Самарские муниципальные службы готовятся к месячнику по благоустройству. Он традиционно проходит в апреле. Начнут работы по порядку. Сначала вывезут снег с дорог и разворошат его на газонах. Затем уберут опавшую с осени листву, помоют проезжую часть и тротуары. Там, где необходимо, заменят дорожное ограждение, восстановят разметку. Особенно на пешеходных переходах. Затем высадят цветы и очистят опоры линий ТТУ. Подготовку к месячнику обсудили на рабочем совещании в городской администрации. Работы по уборке территорий внутригородских районов обеспечиваются силами муниципальных бюджетных учреждений с привлечением подрядных организаций для вывоза мусора внутригородскими районами. Выполнение работ по уборке территорий планируется, исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ. Всего предстоит привести в порядок 28 миллионов квадратных метров дворовых территорий, почти 6 миллионов квадратных метров в парках и скверах, а также почти 13 миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. В этом году 9 апреля состоится Гагаринский субботник, 13-го – муниципальный средник, а 23-го числа – Большой общегородской субботник. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов определить места выдачи инвентаря горожанам, желающим принять участие в субботниках, а также распределить всю территорию по зонам ответственности и напомнить о санитарных соглашениях городским предприятиям. Направьте информационные письма всем руководителям, пусть тоже в это время планируют проведение своих субботников, своего месячника по благоустройству, ну и, соответственно, по прилегающим территориям, либо дополнительной территории, как раньше это было, на очистку. Всю работу будет контролировать городской оперативный штаб, первое заседание которого состоится уже на этой неделе. Но при этом в городе не останавливается и сезонная работа. Продолжается очистка скатных кровель. В городе становится теплее и появляется угроза падения снега. На сегодняшний день осталось очистить около 300 крыш. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.